Светая святых студентов, их общежитие сегодня в зоне особого внимания. На эти комнаты поступил ряд жалоб. Активисты ОНФ проверяют, правда ли то, что пишут в интернете. Деревянные нары, но это только в лагерях 30-х годов. Нет никаких элементарных санитарных норм для проживания. В общежитии, как повезет с комнатой, может быть чистая комната без тараканов, в которой живут люди не первый год, а может быть и такая себе комната и с тараканами. Одна из комнат для проверки – жилье студента из Мурманска Никиты Иванченко. Активисты проверяют стены на трещины и плесень, и плинтусы. Есть ли тараканы? Тараканы были, вот недавно протравили, пока не появлялись. Если снова появится, снова протравили. Но кадры говорят за себя. Тараканы еще остались. Причем проблеме, видимо, был не один год, ведь вот что об этом писали в интернете еще пять лет назад. В туалете нет шпингалетов. Периодически отсутствует горячая вода. Со стен обваливается штукатурка. Как сообщает руководство вуза, одна из причин – возраст здания, общежития 60-х годов постройки. Конечно, не идеальные условия у нас, но всего мы 670 рублей в месяц. И в течение ряда лет у нас эта сумма не меняется. А студенты, в свою очередь, могут сами отремонтировать жилье. Но, как сделала Диана Хамитова, теперь у нее почти как дома. Весело, можно жить, так сказать. Ну, минусы то, что шумно. Но после установки камер это как бы устранили. Камеры видеонаблюдения установили в этом году на федеральные деньги. А уже на республиканские сделали ремонт в некоторых помещениях. Из средств бюджета республики были выделены средства на ремонт кухон. Вот вы видите, здесь сделан ремонт. И ремонт душевых комнат. На эти цели было выделено 6,8 миллионов рублей. Однако проблемы еще есть. Наша основная задача – это сформировать и собрать те рекомендации, жалобы и пожелания студентов по вопросу комфортабельности в общежитиях. Кроме того, молодежка ОНФ проводит и онлайн-опросы. Можно рассказать анонимно, что студента не устраивает в его общежитии. Ссылка размещена в социальных сетях на страницах ОНФ. Своё мнение можно высказать до конца октября. Рамиль Шайдулин, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Продолжение следует...